Тамара Николаевна, ну вы старшая по дому, да? Я правильно понимаю? Да, меня назначил шеф. Я сюда первая заехала, первая купила квартиру. Присмотрела я квартиру, когда еще дом строился. Проверила все документы у застройщика. Девушка очень въедливая, все проверила. Меня все устроило и купила себе квартиру, когда дом был сдан. Когда он прошел государственную регистрацию. Я купила себе квартиру, обратилась сразу к застройщику. Он же мне сделал ремонт. Ну естественно, дизайн я выбирала сама. Там обои, хорошую сантехнику, там допустим мебель, это все я. А ремонт делали они, меня все устроило. Я конечно все контролировала, но меня в принципе, ну вообще все устроило. Хотя я человек с претензией, так скажем. По ремонту и по квартире видно, что претензии у вас как бы такие серьезные. Ну да, я уже видите, девушка взрослая, мне уже хочется какого-то разнообразия, определенного стиля. Я уже просто наслаждаюсь жизнью. Так-то вот так. Ну вернемся к дому. То есть сейчас вы старшая по дому отвечаете не только за свою квартиру, но и за техническое состояние, скажем так, всего я понимаю дома. Вот к застройщику на сегодняшний момент есть какие-то претензии? Особых претензий нет. Я так скажем, ну раз в неделю с 10 на 1, с 1 на 10 посмотреть, какое состояние, какие, допустим, там есть мелкие проблемы. Ну так как дом заселяется, да, люди завозят там вещи, допустим, там делают ремонт. Вот сами видели на этаже, да. Если у меня есть какие-то вопросы, обращаясь в управляющую компанию, например, у нас уже трижды подкрашивали подъезд за год. То есть где-то поцарапано, где-то вот что-то вот, плиточка, допустим, стала отсоединяться на полу. Видели у нас кафель? То есть я обращаюсь к застройщику, а они, в принципе, приходят и все делают. Прямо первому требованию. Там проблем особых с водой нету. Дом только заселяется. То есть, допустим, для горячей воды нужно немножко спустить воду. Но это только летом. С отоплением проблем нету вообще. Зимой тепло? Зимой тепло, хорошо. У нас все батареи закрываются, перекрываются. Я одну батарею полностью закрываю, потому что у меня, например, жарко. Обслуживание дома. Как на сегодняшний день работает управляющая компания? Вот знаете, я уже, это у меня третья, третья квартира, значит, третья управляющая компания. У меня есть, в принципе, с чем сравнить. Я сразу заметила разницу в чем. В общем, человек, который строит дом, а потом его обслуживает, это идеальный вариант. Во-первых, дом на гарантии стоит. Правильно? Значит, 3-5 лет они обязаны исправлять, если какие-то скрытые недостатки есть. И в этом я спокойна, например. Если я обращаюсь в нашу управляющую компанию, кстати, у нас прямо в этом же доме находится. Никуда не надо бегать. Здесь же мы подаем сведения. Здесь же мы производим оплату. Можно через банкоматы, через Сбербанк или другие банки можно сделать. Вот в этом проблем нет. Если, допустим, мне понадобились дополнительные розетки, ну вот я пожила, да, вот. Вот там розетки мне понадобились, еще в одном месте. Я обратилась, мне пришли, они сделали. Ну, в принципе, даже бесплатно. Потому что это, ну, как бы, мои были требования. Так что управляющей претензий нет. Если у меня возникают вопросы, например, у нас возник вопрос с мусоропроводом в доме. Это часто возникает такая проблема. Люди плохо обращаются к мусоропроводам. Мы решили его вообще закрыть. Решение было обсуждено, принято, и мусоропроводом мы перекрыли. У нас на этажах, в принципе, чисто, аккуратно сами видели цветочки стоят. И, кстати, управляющая, эта управляющая компания у нас делает влажную уборку 5 дней в неделю. Да. Если в предыдущих, допустим, мы там подметали 2-3 раз, влажную уборку такую делали, то у нас элементарно человек просто ходит и моет этажи. Первый этаж он каждый день моет, а верхние этажи, в зависимости от того, если есть, допустим, мусор. Сейчас, у меня, кстати, соседняя квартира сейчас тоже заселяется. И вот они начали делать ремонт. Вы слышите ремонт? Нет. Нет. То есть они точно с 9 до обеда, в обед они уходят, потом до 5, потом тишина. Ничто, никто меня не беспокоит. И тут же вечером проходит техничка и все убирает. Грязи, в принципе, нет. Это тоже не было важно. То есть правильно я вас понимаю? Можно сказать, что свое название «Счастливый дом» управляющая компания оправдала? Мне, например, здесь очень хорошо. У нас, кстати, в этом доме, вот я год живу, в нашем доме уже была свадьба. Прямо на моем этаже. Парень с девушкой поженились, они уже мальчика родили. Маленький-маленький, хорошенький-хорошенький. У них уже был пацан, они еще одного родили. Я думаю, что это показатель. Ну, с вашей общественной нагрузкой, как старшая по дому, работает все легко? В принципе, да. Вот у нас управляющий Никулин Владимирович, он же был застройщик. Любые требования, в принципе, выполняются, никогда не уклоняются от своих обязанностей. У него, кстати, есть свои плотники, электрики, сантехники. Он не кого-то там нанимает где-то, ходит. А они у него в штате, они обслуживают, кстати, несколько домов сразу. Это тоже хорошо. Потому что есть такие маленькие управляющие компании, у которых проблемы с персоналом. Я думаю, здесь персонал весь набран. Для меня всегда был показателем, это, наверное, личные отношения и личный контакт. Вопрос вам. У вас сотовый Никулина есть? Позвонить ему можете? Повторить не могу, а в телефоне есть. То есть контакт такой вот можете напрямую набрать в любое время дня и ночи и обратиться? Могу обратиться и могу на кофе пригласить. И могу обратиться с личной просьбой. То есть у меня проблем нет с общением. Ни с его замом, ни с ним, ни с его персоналом, ни с его бухгалтерией никогда не возникло ни одного вопроса. Вообще. Никогда. Никогда. Никогда.